Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Агабешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. В Сочи ожидаются ливни с градом. Службы курорта переведены на усиленный режим работы. Не платишь за вывоз мусора – жди гостей. Судебные приставы сегодня отправились в рейд по многоквартирным домам. Сочинские армяне отметили 30-летие общества Сиван. Почти тысяча представителей общины собралась в зимнем театре. Чемпионский рекорд сегодня – норматив для школьников. В Сочи проходит краевой турнир по плаванию памяти Хариса Юничева. В ближайшие сутки в Сочи ожидаются ливни с градом. На реках возможен резкий подъем уровня воды. В администрации города прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 29 ноября по 1 декабря на курорте ожидаются сильные дожди. Местами ливни с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В горных районах возрастает риск схода селий. А в Высокогорье и вовсе ожидается снег. Есть опасность формирования смерчей над морем. По поручению главы города Сочи все оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Круглосуточно за обстановкой будут следить главы районного и сельских округов, специалисты службы спасения, водостока, дорожных служб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха вблизи водоемов, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. К другим новостям. Их работа – отдых для других. На Кубани выбрали лучших экскурсоводов, администраторов отелей и туристических операторов. Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Курортный Олимп». Всем участникам пришлось пройти серию испытаний. Лучших поздравил губернатор Краснодарского края. Забраться на вершину сферы услуг смогли 54 человека. Придумать маршрут, составить экскурсионную программу и позаботиться о каждой мелочи. Организовать отпуск мечты для Анны Яшиной – работа. В туристической отрасли она уже 14 лет. Так что задание, которое пришлось пройти в отборочных этапах «Курортного Олимпа», для нее не в новинку. Одно из последних – разработать тур для требовательных клиентов школьной группы. Самое сложное здесь было справиться с волнением, внимательно клиента выслушать и предложить ему программу, которая максимально соответствует запросу и в чем-то даже превосходит его ожидания. Ну, конечно, нужно было соблюсти ряд моментов, учитывая то, что детскую группу обязательно должны сопровождать руководители старше, обязательно в группе должен быть медицинский работник. Это такие мелочи, о которых в нашей работе забывать не следует. Туром остались довольны как потенциальные клиенты, так и жюри краевого конкурса. Анна Яшина из Сочи стала лучшим менеджером в регионе по въездному и выездному туризму. В этом году курортный Олимп покорили 54 конкурсанта – администраторы, гиды, переводчики, туроператоры и целые отели. Все те, от кого зависит комфортный и безопасный отдых на Кубани. Обладатели премии поздравили глава Кубани Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. Бархатный сезон подходит к концу и уже есть первые итоги. Только с начала этого года курорты Краснодарского края посетили на 300 тысяч человек больше, чем в прошлом, в 2018 году. По итогам этого года около 16 миллионов отдыхающих посетили курорты Краснодарского края. Но это еще не предел, потому что у нас еще есть месяц зимнего сезона. Это цифры, которые говорят о динамично развивающейся отрасли. Я бы хотел сказать слова благодарности каждому работнику, каждому сотруднику санатория, пансионата, отеля, гостиницы за их труд, за праздник, который они создают каждому отдыхающему. И это сегодня на самом деле визитная карточка нашего края. Ведь именно вы, работники, сотрудники санаторно-курортной сферы, вы создаете имидж, если хотите, лицо курортов Краснодарского края. Спасибо вам за это большое. Увеличились и поступления от курортной отрасли в региональную казну около 7 миллиардов рублей только за первые 9 месяцев текущего года. К слову, это на четверть больше, чем за тот же период 2018-го. Индустрия гостеприимства и туризма в крае активно развивается. Этому способствуют и кубанские парламентарии, которые в том числе формируют законодательную базу для развития курортов края. В этом году по инициативе губернатора Кубани мы ограничили высотное строительство в прибрежной зоне курортных территорий. На сентябрьской сессии парламента приняли изменения в закон о государственной поддержке санаторно-курортного и туристического комплекса Краснодарского края. Эти поправки позволят субсидировать региональные авиаперевозки и расширить географию внутренних рейсов. Такой комплексный подход к развитию отрасли позволяет Краснодарскому краю оставаться лидером на рынке внутреннего туризма. Особое внимание сегодня уделяется и развитию туристических кластеров. Чтобы отдыхающие могли быстро добраться до пляжа, интересно провести время в любое время дня и ночи. Такая курортная зона скоро появится и на Кубани – Абрау-Утриш. Это один из приоритетных проектов для нашего региона, отметил губернатор. Курорты Краснодарского края – это более 100 километров благоустроенных пляжей, 70 гостиниц и отелей, работающих по системе. Все включено и 100 объектов сельского и аграрного туризма. И это только малая часть того, что сегодня предлагают отдыхающим. И, конечно же, незабываемые эмоции. В этом году на Кубани прошло около 600 туристических событий, но лучшим признали карнавал в Геленджике. Праздник, который уже стал визитной карточкой приморского города, взял золото курортного Олимпа. Поздравляем Геленджик с лучшим событием 2019 года. Победа в этом конкурсе для участников скорее дело престижа. Курортный Олимп сегодня стал своеобразным знаком качества для тех, кто смог на него подняться. Однако самое придирчивое жюри для работников туристической отрасли – конечно, отдыхающие. Их главная оценка – это желание вновь и вновь возвращаться на курорты Краснодарского края. Ориентироваться на запросы отдыхающих – вот что мы должны с вами сегодня делать. Улавливать их спрос, понимать, что им нужно. Потому что ведь основная задача – почему мы должны ориентироваться на запросы отдыхающие, чтобы они не просто отдохнули и уехали, а чтобы они захотели вернуться. Вот что сегодня нам нужно. Мы сегодня наследники когда-то легендарных курортов Советского Союза. Наследники. Те, кто были маленькими, когда-то лет 50 назад, 60, сегодня к нам, на наши с вами курорты приводят своих детей, внуков, правнуков. Я уверен, что сегодня уже так же, но можем и лучше. Давайте гордиться будем теми курортами и теми людьми, которые создали. Вот те курорты Краснодарского края. Но уже в продолжение создадим наши с вами современнейшие, современнейшие курорты Краснодарского края, а в целом курорты нашей Великой России, чтобы уже наши дети и внуки нами тоже горделись. Теми курортами, которые мы с вами создали. У нас все получится. С праздником! Высокий туристический сезон, по крайней мере, для пляжного отдыха в крае уже завершен. Но не нужно забывать, что курорты Кубани круглогодичные. Более 170 километров горнолыжных трасс и санатор на оздоровительной здравнице края готовятся к новому наплыву гостей. Новый корпус у Краснодарской школы появится до конца следующего года. Об этом сегодня сообщил губернатор Краснодарского края на личном приеме граждан по поручению президента. Прием граждан провел полпредглавы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов. С просьбой о расширении 87-й гимназии обратилась краснодарка Людмила Пилипенко. Ленин Иванович, расскажите по поводу заявления. Что касается конкретно 87-й школы. Строительство нового корпуса этой школы. Уже включено социально-экономический план развития нашего края. В этой школе во вторую смену учатся более 400 учеников. И стыдство нового корпуса позволит разместить в новом уже корпусе около 300 учеников. Тем самым мы, конечно, очень серьезно сокращаем вторую смену. Практически, может быть, даже и она уйдет. Уже объявлен конкурс. Планируется срок заключения контракта до 20 декабря этого года. А сдача школы планируется в декабре следующего года. Людмила Федоровна, вас устраивает ответ? Да, вполне устраивает. Устраивает. Спасибо. Новый корпус будет трехэтажным и вместит 300 учеников. С основным зданием его соединят отапливаемым переходом. Всего в гимназии учатся около 2000 школьников. В ближайшие пять лет в регионе планируется построить 50 школ. Срок уплаты налогов. Новые тарифы на электроэнергию. Санкции для недобросовестных пользователей водными объектами. Что еще изменится в жизни россиян с 1 декабря, узнаем из следующего сюжета. В понедельник 2 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Заплатить их можно будет и позднее. Однако уже с 3 декабря начнут начисляться пени. С начала зимы в России, как сообщают известия, ужесточает соответственность за незаконный оборот нескольких лекарств. Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида. Это средство для расширения зрачка. Топентадола, опиоидный анальгетик. И пригаболина, противосудорожное лекарство. Все эти препараты входят в список жизненно необходимых. Одновременно они используются наркозависимыми людьми, которые приобретают их в аптеках, ведущих нелегальную торговлю. С 1 декабря все три препарата будут включены в перечень наркотических веществ. За их незаконный оборот будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет. С 1 декабря установка зимних шин на автомобиле станет обязательной, но в рекомендательном порядке. В Российском административном кодексе ответственность за отсутствие зимних шин не установлена. Тем не менее, дорожные инспекторы традиционно напоминают о том, что переобувать машину в холодное время года все равно необходимо в интересах собственной безопасности. Недобросовестным пользователям водными объектами теперь могут отказать в аренде других водоемов. Это касается как физических, так и юридических лиц, до этого допускавших нарушения. В реестр недобросовестных водопользователей заносятся граждане и организации, права которых на пользование водоемом ранее были досрочно прекращены по решению суда из-за нецелевого использования или нарушения законодательства. С 1 декабря в силу вступит приказ Федеральной антимонопольной службы, устанавливающей тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке. При этом, собственно, тарифы будут устанавливаться уже на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона. В начале зимы документ только вступит в силу. Тарифы же начнут применяться с января. Тогда же изменения заметят потребители. Скорее всего, в начале года повышение будет не слишком значительным. Цифры также будут зависеть от того, какая плита, газовая или электрическая, установлена в квартире, а также от того, как распределяется использование электричества в течение суток. Также с начала зимы будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха. С октября в пилотном режиме проводится маркировка обуви. С 1 декабря в списке окажутся духи, туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Система, при которой каждому товару присваивается индивидуальный идентификационный номер, разработана для того, чтобы бороться с контрафактом. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы товаров. В самом конце года изменятся пределы ответственности авиационных перевозчиков в рамках так называемой Монреальской конвенции. Речь идет в том числе о вреде, нанесенном пассажирам. Пределы ответственности определяют максимальный размер выплат, в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Обычно в Международной организации гражданской авиации эти параметры пересматривают раз в пять лет. Но они могут быть скорректированы раньше, если среднегодовая инфляция превышает 10%. Именно это, как сообщили в Росавиации, произошло в нынешнем году. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Не платишь за вывоз мусора – жди гостей. Судебные приставы сегодня отправились в рейд по многоквартирным домам. Сочинцев, не оплачивающих коммунальные услуги, несколько тысяч. По исполнительным листам с неплательщиков взыскивают миллионы рублей. Платить за вывоз мусора горожане обязаны так же, как и за свет или воду. Но, судя по количеству адресов, в списке приставов так считают не все. В итоге дело доходит до суда. Долги взыскиваются принудительно. Если есть имущество арестовываем, движимое, недвижимое, в дальнейшем оно будет реализовано. И денежные средства, вырученные от реализации, будут перечислены взыскателю. То есть можно арестовать практически все, что принадлежит должнику. Ну, самое частое и распространенное – это автомобиль, конечно же, если у должника он есть. То есть, если нет, ну, какие-то бытовые вещи – это телевизоры, там, какие-то дорогостоящие украшения или еще что-то. Арест должен быть, ну, так скажем, соразмерен долгу. Активную работу по взысканию долга с абонентов САХ по уборке города вместе с судебными приставами начал еще летом. Теперь рейды проходят еженедельно. Нами инициируется работа по подаче заявлений в суды. Суды выносят решения. Соответственно, неисполнение решений влечет за собой предъявление этих решений в службу судебных приставов. Неоплата за оказанные услуги влечет за собой, соответственно, сложности в работе организаций. Соответственно, ну, чтобы наш город был чище, призываем всех своевременно оплачивать за услуги, оказанные нашей организацией, и не допускать задолженности. Вывоз мусора в Сочи – дело затратное. На курорте нет свалок, работает система ноль отходов. Ее пользуются и неплательщики, так как ежедневно выносят мусор к контейнерам. Ну, а теперь должников поймают даже на трассе. На наличие долга за коммуналку приставы проверят и водителей. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин днем – 9,11 градусов выше нуля. Температура морской воды – 15 градусов. В Красной Поляне тоже сильный дождь. Возможен град. Температура воздуха ночью – плюс 5, плюс 7. Днем – 8,10 градусов выше нуля. В Сочи определили лучший ТОС 2019 года. Семь победителей районных этапов защитили свои презентации в мэрии курорта. Комиссия не только руководствовалась представленными презентациями, но и изучала показатели работы. По итогам голосования лучшим советом территориального общественного самоуправления Сочи единогласно признан ТОС КСМ – председатель Саребек Гульбанген. Второе место занял ТОС Кичмай – председатель Халид Тлиф. Замкнул тройку лидеров ТОС Измайловка под председательством Марины Туровой. Победителям городского этапа вскоре предстоит участие в краевом конкурсе. Но городские власти пообещали помогать всем общественникам, независимо от занятых на конкурсе мест. Студенты Кубанского госуниверситета пишут статьи о Краснодаре на немецком языке. Это совместный проект с городом-побратимом Карлсруэ. Учащиеся факультета романа германской филологии представили первые плоды своего труда. Открыли выставку «Партнерство городов как диалог культур» на плакатах фото и рассказы о достопримечательностях кубанской столицы, главных событиях региона и не только. Мы писали также о парке Краснодар, это наша достопримечательность. Наверное, вторая после улицы Красной, я думаю. Кстати, улицы Красной тоже есть. У нас даже есть статья про легенды города Краснодара, потому что очень много легенд о том, что существует какой-то черный трамвай, который увозит пассажиров в никуда абсолютно. Так что очень много интересного на самом деле. На выставке представили 16 статей. Чтобы тексты получились интересными и для граждан Германии, студенты прошли обучение в различных газетных издательствах, на радио и в департаменте культуры Карлсруэ. Работу учащихся оценила вице-губернатор края Анна Менькова и Манфред Чихи, председатель общества «Дружбы двух городов». Вы знаете, что Краснодарский край сегодня лидер в России по социально-экономическим достижениям. И, конечно, мы сегодня нацелены на то, чтобы к нам приходили инвесторы, чтобы они работали в нашем регионе, и чтобы на работу они приглашали специалистов из Краснодарского края. Определяйте жизненные профессии уже сегодня. Создавайте такие уникальные навыки, которые есть только у вас, и которые будут на самом деле востребованы сегодня и в России, и в мире. «Развитие проекта можно сравнить со спичкой, которую бросили в бочку с бензином, и эта спичка символизирует идею и мысль, которая возникла, конечно, совершенно спонтанно на основе долгих партнерских отношений между Карлсруэ и Краснодаром». Выставка – лишь начало проекта. Студенты будут писать о краевом центре в течение года. Обещают в месяц выпускать как минимум пять статей. Вся информация будет храниться в интернете на совместном форуме «Краснодар-Карлсруэ». Доступ открыт для всех, так что о кубанской столице скоро узнает как минимум вся Германия. Сочинские армяне отметили 30-летие общества Сиван. Более 900 представителей армянской общины собрались на концерте в Зимнем театре. Общество Сиван стало первым объединением армян в Краснодарском крае. Оно было образовано в 1989 году. Тогда основной задачей общества было открытие школ, обучающих на армянском языке, и классов армянского языка в русских школах. Сегодня задача та же – сохранение культуры и традиций. С 2003 года Сиван входит в состав общероссийской общественной организации «Союз армян России». С 30-летием Сиван от имени главы города поздравила его заместитель Галина Москалева. Она зачитала приветственный адрес. Ну а лучшие представители нас общины получили медаль за вклад в развитие Сочи и Кубани и благодарственные письма от руководства города и депутатов. В Сочи завершилась Черноморская регата. Последний день подарил спортсменам отличные гоночные условия. Нынешняя Черноморская регата – юбилейная. Этому турниру исполнилось 70 лет. Последний день соревнований подарил спортсменам ветер от 6 до 14 узлов и три финальные гонки в каждом классе. Борьба в лидирующих группах была очень жесткой. По итогам регаты определились чемпионы России в юношеских классах. В лазер-одиале победил Дмитрий Головкин из Санкт-Петербурга. Очень сильные соперники. Так как это открытый чемпионат, много старых спортсменов, много очень опытных людей, которые, естественно, составляют большую конкуренцию на всех участках дистанции. В классе 420 у девушек чемпионками стали Тольяттинки Анастасия Сумарокова и София Шпильберг. Для меня эта регата была достаточно тяжелая, потому что до последнего момента было неизвестно, какими мы будем. И до этого гоночного дня мы вообще были восьмые по общему, четвертые по девочкам. На последние три гонки мы собрались силами и показали, на что мы можем. И в итоге заняли хорошее место. И мы этому очень рады. А у юношей в классе 420 не было равных краснодарцам Александру и Даниилу Евсеенко. В классе 29Р чемпионами России стали тольяттинский экипаж Дмитрий Лаздин, Мирон Горковенко. На этой регате отбирались мы в сборную страны по двум этапам. Первый был в Санкт-Петербурге на первенстве России, и это второй этап. Соответственно, мы отобрались в сборную. Также были подведены итоги в олимпийских и юношеских классах и итоги Кубка России в классе Финн. Черноморская регата традиционно знаменует завершение сезона для яхтсменов. Галида Моисеева, телекомпания «ФКТ». Рекордное количество спортсменов собралось в Сочи. На базе второй детско-юношеской спортшколы стартовал краевой турнир по плаванию памяти Хариса Юничева. Соревнования пройдут по 2 декабря. Ежегодный краевой турнир по плаванию, посвященный памяти бронзового призера Олимпийских игр в Мельбурне Хариса Юничева, проводится уже более 20 лет. В нем участвуют команды из разных городов Краснодарского края, большая часть спортсменов из Краснодара, Кропоткина, Геленджика и Сочи. Данный краевой турнир мы проводим с 1993 года. Это уже наш традиционный турнир, на который, скажем, годом приезжает все больше и больше народу. В этом году у нас рекордное количество, даже для всего края 879 человек заявлено. 10 городов края у нас представлено на этом турнире. Количество команд от города не ограничено. То есть город Краснодар привез 5 команд. Из Сочи у нас 6 команд участвуют. Много детей приехало. Возрастная группа мы сделали самую большую, от самых маленьких это от 8-летних, и заканчиваются 14-летними. На соревнованиях представлены все стили плавания. Сегодня, в первый день турнира, участники проплыли по 200 метров. Кстати, именно на дистанции 200 метров брасом на Олимпиаде в 1976 году и отличился сочинец Харис Юничев. Для победителей на этой дистанции предусмотрены специальные кубки, которые предоставило Министерство спорта Краснодарского края. На протяжении многих лет эта дистанция была престижной. Дети всегда стремились принять участие именно на дистанции 200 брас. Сегодня, в первый день соревнований, самая первая дистанция – это 200 метров брас, на которые наши спортсмены поборются за специальный пресс. Для сравнения хочу сказать, что в 1976 году Харис Юничев проплыл за 2 минуты 32 секунды. Этот результат позволил ему стать призером Олимпийских игр. На сегодняшний день этот результат – всего лишь первый взрослый разряд. И для того, чтобы в наше время стать призером Олимпийских игр, надо плыть уже на 30 секунд быстрее. Лучшие результаты также будут зафиксированы на дистанциях 100 и 50 метров. Награждение победителей проходит по итогам каждой дисциплины и в каждой возрастной группе. Эти соревнования дают возможность участникам набраться опыта, повысить свой спортивный разряд и, что самое главное, войти в состав сборной края для участия во всероссийских турнирах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Первенство Краснодарского края по классическому керлингу проходит в Сочи. В турнире участвуют две возрастные категории – юниоры, юниорки, а также юноши и девушки. Краевые соревнования по керлингу в Центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта проходят каждый месяц. На этот раз побороться за призы первенства Краснодарского края в Ледяном Кубе собралось 16 команд. Это около 70 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет. Этот турнир – хорошая подготовка для керлингистов к зимнему сезону. С каждым новым первенством уровень спортсменов растет. Они показывают более достойные игры и высокие результаты. Эти спортсмены всегда занимают призовые места на всех чемпионатах и кубках Краснодарского края. Артем Ручкин не первый раз принимает участие в первенстве Краснодарского края. Попробовав 4 года назад себя в керлинге, он уже стал чемпионом этого турнира и членом краевой юниорской сборной. Досечь таких результатов удалось исключительно благодаря тренировкам, которые проходят на этой же площадке. Если ты человек, ни разу не игравший керлинг, у тебя сначала это не получится. То есть, чтобы у тебя получалось, надо где-то потренироваться месяцок, то и больше. Ну, свип сложен физически, а выкат – это уже техника. Свип – это процесс натирания льда для лучшего скольжения камня. Выкат – это точность броска, который совершает спортсмен. Вообще, в классическом керлинге много разных терминов. Но суть одна – команды должны поочередно запускать по льду тяжелые снаряды, или, как их называют, камни, в сторону, размеченной на льду мишени. Она называется дом. Команда, чей камень окажется ближе к центру, получает право на выполнение последнего, то есть решающего броска в стартовом энде. А энд – это 10 периодов, из которых и состоит игра. Сейчас проходит соревнование по классическому керлингу, когда соревнуются ребята в командах по 4-5 человек отдельно, среди девушек отдельно, среди юношей. Соответственно, до этого проходили соревнования дабл-микс, когда уже соревнуются в рамках одной команды, и девушки, и юноши в одной группе. В классическом керлинге, который и представлен на краевом турнире, победитель определяется по сумме очков во всех эндах. В случае равенства очков назначается дополнительный период экстра-энд, победитель которого и становится лидером матча. И если учесть, что в основном участники первенства края – Сочинцы, то копилка наград у наших спортсменов явно увеличится. Итоги краевого турнира будут подведены 1 декабря. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В «Фейсбуке», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Телеграме» и в сообществах «ВКонтакте». И заходите на наш канал в «Ютубе» «Говорит Сочи». В студии была Инга Гавешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова